В Уральске построят морг за 1,2 млрд тенге. Об этом сообщили в управлении строительства. В новом здании предусмотрено оборудовать фитнес-зал и установить домашний кинотеатр. Наши корреспонденты побывали в действующем патологоанатомическом бюро и узнали, в каких условиях работают его сотрудники. Патологоанатомическое бюро существует уже более 50 лет. Оно было рассчитано на обслуживание областной клинической больницы на 400 коек. Сейчас она обслуживает все 15 стационаров. А вот этот холодильник был установлен совсем недавно. В нем хранятся тела умерших от коронавирусной инфекции. Неудобства начинаются с порога, говорит исполняющий обязанности директора патологоанатомического бюро Наталья Шапошникова. Скромный ресепшн, где сидят лаборант и регистратор, дали тесные кабинеты бухгалтерии и санитарок. Существующее здание в четыре раза меньше действующих норм. В нем нет помещения для гистологической лаборатории, склада для химических реактивов и хранения хозяйственного инвентаря. Скрытие тел производят в этом зале. Оборудование уже давно требует обновления. Это здание не соответствует никак ни по метражу и по оборудованию, не соответствует никаким нормам. Поэтому строится новое здание. Многие трупы сюда поступают не только на скрытие, еще и на сохранение. Люди работают в таком режиме, тем более в наше время, с такой проблемой, как коронавирусная инфекция. Это нужно со всеми людьми переговорить, с родственниками со всеми переговорить. Это большая психоэмоциональная нагрузка. В управлении строительства продемонстрировали эскиз нового двухэтажного здания. В нем предусмотрены административный корпус, лаборатории, холодильные камеры на 30 тел. Проект с медной документацией есть. Стоимость 1,2 миллиарда. Подрядчик определил Альтер. Но деньги еще на объект не выделены. Разместиться в центре, на территории Центра психического здоровья. В управлении строительства подчеркнули, что при проектировании здания были учтены пожелания сотрудников бюро. Данное помещение предусмотрено для того, чтобы после 8-часовой работы сотрудники патолиоанатомического бюро имели возможность психологической разгрузки. Также сообщаем, что под домашний кинотеатр подразумевается телевизор. С колонками, не превышающие сумму 89 тысяч тенге. Отметим, что год назад из-за сломанного холодильника в морге Уральска людям подолгу не выдавали тела умерших. В ритуальных службах тогда заявили, что в регионе увеличилось число летальных случаев от коронавирусной инфекции. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.